Так, идем дальше, друзья, мы попадаем в сад имени Крутовского, это возник Растоярского. Угадайте, чьих рук дело, с одного раза, Елена Александровна Савинич, вот, это было подготовлено к семинару, свежая фотография, поздравляю за такую работу. Еще, дальше была выставка, дальше была под эгидой Министерства сельского хозяйства Краснодарского края. Кстати, вы знаете, нет, что она, лаврят государственной премией по Краснодарскому праву, государственной премией, вот ее работа, ах, нам бы таких побольше, мы все равно бы засадили садами. Посмотрите, красота какая, видите, вот это она, теперь, следующая тема, ну, что я скажу, поздравляю, что еще можно сказать, вот, нет, знаешь, я, это, дочка Лена, что я обещал тебе сказать, сказать, или нужно сказать, годы теряешь. Нет, не ты теряешь, ты учишься, ты, это самое, бываешь во многих краях, и в научных, и просто в деревнях, везде изучаешь, везде находишь, ты молодец, теряет в твоем лице наука, вот, наука, в которой столько сейчас всего, ну, мы договорились эту тему не затрагивать, чтобы тебе не прилетело. Так, смотрим сюда, это сад Чернобаева, вот, это ветка грушек, которую когда-то он раздобыл у меня, называется, она «Застая красавица», просто это, делюсь впечатлением, я, когда снимал фильм параллельный, срочется подставку, срочется, сейчас рухнет, а, не рухнет, она под прямым углом, при этом, растет под прямым углом от штамба, много знает товарищ, Так, это у нас, моя довольно не свежая фотография, но моя, это у меня, этот самый, пипин шафранный, мелкий всегда был, это его единственный недостаток, один из лучших сортов Мичурина, вот, а интересно другое, видите, вот, значит, Сергей привил пипин, ну, чтобы продолжить ему рот, а он взял и по-другому стал выглядеть, вот, это просто картинка и все, к размышлению, как говорил Штирец, вот, вот это к размышлению, Вот это моя первая слива, которая мне заплодоносила, это было лет 20, лет 30 назад, нет, господи, позже, 30 лет этой девочке исполнилось, так что, не могло же ей быть, А, когда раздобыл, потом прошли годы, вот, и она много лет, привитая на сливу, на сливу, оставалась такая, бывало еще чернее, так скажем, Я решил вас с ней лучше познакомить по одной причине, смотрите, значит, когда-то, когда я создал первый каталог, он выглядел так, Слива, Венгерка, Сорочинская, дальше все из моего пальца высосано, сорт народной селекции, привезен Железовым из Хершунской области Украины 30 лет назад, Ни одного случая подмерзания или гибели, прививки на сеянцы Китая красно-синих, время созревания в Хакасии, Краснодарском крае, сентябрь, По отношению привитых саженцев на 3-4 год, вес плодов 40-45 грамм, а потом покажу, вот она, видели, вот, Что я это взвешивал? Вкус сладкий, с легкой пикантной кислинкой, зато транспортабелен, Вен Александр, если ты меня слышишь, я собрал пол ведерка, Вопреки своим принципам, отрывал, потому что со щелканем отрыва, То есть, они еще твердые, как камень, надежда, ровно через месяц приедешь, хочу, чтобы и транспортабельность проверим, Ну, попробуешь, они вот кисловатые, потому что они теперь в темнице, в холодильнике лежат, Идем дальше, вот эту фотографию лично я сделал в саду Чернобаева, Папа, вот, как могло вот такое случиться, вот такое вот, А оно случилось, давно, мы вспоминали, 25-25 лет назад, примерно, Меня оно только заплодоносило, он приехал, а я уже до начала века, Я уже вообще продал саженцы, ну, в общем, в конце того века, Вот, 98-й год, 99-й, он у меня раздобыл два саженца, вот, Потом он взялся, это были первые саженцы, потом он взялся перепрививать, И у него хватило, значит, наглости привить, это очень важный момент, Я же, многие из вас станут такими же волшебниками, как Чернобаев, Значит, он привил, но, в отличие от меня, я долго с ним разбирался, Допрос был с пристрастием, вот, только что я ему не, это самое, Под локти не загонял иголки, не стал загонять, а все остальное было, Итак, привал у земли, практически в корневую шейку, Саженцы абрикоса, выросло вот это чудо, так, вот, На тот момент у меня ничего другого не было, да и сейчас нет, Идем дальше, самое интересное, это как дефектив, Когда я узнал, что он привил на абрикос, венгерки, И получил уникальный результат, большие урожаи ежегодно, и т.д., Вот, начиная с тех моих санкций, и кончая уже его личными прививками, И тогда, у меня зачесались руки, Я этим только, я опять как Высоцкий, только зачесались кулаки, Я тогда взял, и тоже на абрикосы начал прививать, Вот, это выглядит так, и сейчас, а на них, хоть бы хны, Это, приглядитесь на листья, это прививка слева на абрикосы, Так, не получилось, вот, и, внимание, наполовину получилось, Годом раньше, я сейчас, нет ни сил, ни времени, У меня есть фотографии-то куча, тысячи, Там есть фотографии, где в прошлом году так же сфотографировал, Они были синие, но с красными пятышками, с жёлтыми пятышками, Я думал, что это, почему мне не получилось сразу вот такое чудо, Учитель, я говорю, будущий волшебник, а почему? А потому, что я в скелет прививал, вот так вот, Вот, одна прививка в скелеты, не среагировал даже, А вот это вот я привил в скелет, Маньчжурского абрикоса, Не, третий этаж, как вот этот вот, Это третий этаж, вот, Здесь на Маньчжурсе привит, На Дальний Бес, а на Дальний Бес, привет, И он не среагировал, Но главное, что мне огромное благодарность, Чернобаеву, я любитель учиться, я люблю учиться, Я никому не завидую, но я никого не, это самое, Никого не считаю хуже себя, Чернобаев привил на абрикос, Влияние абрикоса на лицо, Так, я привил на абрикос, но в скелет, А влияние в скелет и другое, Надо как-то будет с вами, У меня один оппонент попался, Ну, настолько грамотный, Ну, просто одно удовольствие общаться, И он мне напоминает то же самое, А Мичурин, если в скелет привьешь, А тогда надо это, А если только надо, например, взрослых брать черенки, Потому что взрослые устоявшиеся, Устоявшиеся, с молодняка возьмешь, Вспоминаем, кто из вас этого не изучал, Ну, пусть не все, но некоторые изучали этого же Мичулина, На молодом дереве, не устоявшаяся генетика, Да еще подвой, как бы, даст по мозгам это, Привою, и получится, человек ждет одно, Получит другое, Я всегда говорю, ребята, Не бойтесь, что получится другое, Во-первых, туфты никогда не будет, Поняли? Туфты не будет, Это что, туфта? Вы знаете, что добился Чернобаев? Улучшил вкус до такой степени, А я еще дружу с его женой, Вот, милая женщина, Вы даже не представляете, Она, для нее осень, Это время лечения на фруктах, Вот это, вот это, Вот и есть то, чего лучше нет, Она считает, что это лекарство, А вкус необыкновенный, вы поняли? А кто ей создал это самое? Да муж ее, мужик, Чернобаев, Вот, здорово я вам ее рассказывать, Если захочу, поняли? А эти кисловатое, А вот эти уже нет, почему? Наверное, все-таки, А, прививка на Бая, А Бай, это сама сладость, Подвой, абрикос, Бай, Кто не знает абрикос, Бай? А? Да, и вот, это и есть сама сладость, И он умудрился, У него немного теплее, чем у меня, И он умудрился, Его использовать как подвой, Я бы не рискнул, Ну, а я, Я вот третий этаж привел, Вот, это третий этаж, Ну, как, нормально я рассказал, Теперь так, Слива Венгерка Богатырская, Знакомьтесь, Вот, Как видите, Розовостью не пахнет, Но это последнее приобретение, Значит, Я Ездил несколько раз в Украину, Причем, Каждый раз, Извините за такое Воспоминание, Каждый раз на похороны, Ну, и Это иногда происходило зимой, И тогда я Брал черенки, Все, что мог, Вот результат, 51,6, Венгерка Богатырская, Ну, на всякий случай, Нику сфотографировал, 53,6, Вот, сладчайшая, Ника это чудо, Явно из породы Ринклодов, Он так, Наверное, Наливается, Он на такое впечатление, Что, Лоптый котовый, На счете на откусывать, И все в этом, В соке, А, умею убеждать, Вот, Косточек мало, Урожай не такой же большой, Ну, Кому-то хватит, Вот, Дальше, Я уже боюсь отклоняться, Вы видите чудеса, Вот, Это, Уссурийская, Слива, Которая, Пришло время, Погибла, Вот, Так, А, На соседнем дереве, Венгерка, Стала желтой, И этот факт, Я уже несколько раз, Показывал, По, В виде фильма, Попробуй там обмани, Вы можете мне сказать, Что я взял, У меня же, Есть такие, Чудики, Которые обвиняют, В том, Что я лун, И, Чуде не мошенник, Вот, Я теперь представьте себе, Что я беру, Венгерку, Вот, Такой вот, Вот, Такой вот, Крашу желтый цвет, И, Подвешиваю дерево, На ниточку, Или прикалок, Поняли, Чтобы сфотографировать, И забрать с вами голову, И это так же касается, И вот этой, И вот этой, А, Я их крашу, Идем дальше, Вот, Ну, К сожалению, Без оппонентов нельзя, А, Я еще раз, Тому оппоненту, Он оказывается, Средит за всем этим, Вот, Постоянно, Может, Даже козырь, Где бы Целезов соврал, Тут же выставить на позор, Вот, Я все, Я его благодарен, Если бы не он, Тут бы фотографии не сделал, Там бы тему бы не раскрыл, Вот, Это, Знаете, Есть такая, Это, Я придумал, Такой, А, А, Я придумал, А париж, Лично я, У каждого Моцарта, Есть свой Сарьери, Или, Должен быть свой Сарьери, Кому надо, Тот поймет, Переходим, Следующая тема, Это, Шелковица, Железова, Укорененная, Волшебником, Из, Черябинска, Алексей, Калисей, Николай, Так, Ладно, Алексей, Калисей, Ну, У меня уже возраст такой, Я могу забыть, Учисло, Даже у близких друзей, Валерий Константинович, Доброго дня, Пошел 22-й день, А, СЕ, НЕ, ГО, Укоренение, Это считается почти невозможно, Поняли, С каким волшебником, Я вас знакомлю еще раз, Сегодня высажена в грунт, Последняя веточка, Наши плоды, Результат шокировал, Всего 2 серенка не укоренилась, То есть, Получается, 99% укореняется, Такого еще не было, Спасибо вам за такую, Морострыку, Шелковица, Для северных регионов, Она бесценна, Да, Потому что она одна, На всей планете, Которая не замерзает, В северных регионах, Плоды, У нее объедение, Листья лечебные, Да, Я раньше сам недооценивал, А сейчас, Это, Я эти листья, Просто в чаек, Несколько листочков, Каждый раз, Чаем завариваю, Это уже стало привычкой, Цены ей нет, Есть у нее цена, Спасибо, Что нашли ее, И подарили возможность, Садоводу, Уметь все в саду, С уважением, Ваш ученик, Алексейка Алексей, 16 сентября, Это сегодня, Теперь так, Еще раз полюбовались, Так, Теперь, Это его лаборатория, Видите, Ну, Кто-то может сообразить сам, А вот я вот этот, Наверное, Волшебный раствор, Питательный, Наверное, Определенная температура, Ну, Наверное, Вот эти пакетики, Не дают там, Это самое, Высохнуть, Вот, Ну, И так далее, И так далее, Пожалуйста, Бриться, Так, Теперь, Это письмо, Было раньше написано, Опять, Про радость, Простение, И главное, Что здесь написано, Внимание, Я рад, Этому мне все, Друзья, Знакомы с вашей шелковицей, Вся надежда на Галину Латинкову, Передами санкции, Ее питомник, Она дорастит, Определить добрые руки, Обращайтесь, Галине Латинковой, То есть, Он, Получается, Делает полуфабрикат, Я понял, Она доводит до товарного вида, Правильно? Правильно, Так, Сейчас, Извините, Очень важный звонок, Опять, Надо кому-то помогать, Я пойду, Ну, Все равно, Сейчас прошел, Трехминутный перерыв, Я поговорю, На кухне, Алло, Алло, Сейчас отвечу, Что тут? Я, Ничего, Я на кухню пошел, Говори, Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Это у меня несколько фильмов, про моего друга, про Чернобаева, Леонида Дмитриевича, вот его, тоже, как у Алексей, он называет, свою мастерскую лабораторией, так, это тоже своя вроде лаборатория. Но мы уже здесь бывали, любовались, завидовали Это остатки этой роскоши, если бы узнали, сколько у него Кевин рожает Но в данном случае, это тема, о чем поговорить Эти косточки он мне передает на реализацию Это косточки персика Вот, так что получается так Заказывайте, там есть небольшие условия Ну, просто вот, вы пришлите 5 косточек, отказываю Пришлите 10, отказываю Хотя это уже 1000 рублей Возьмите еще чего-нибудь Априкосы, сливы, вишни, черешни Вот, тогда и эти 10 косточек персика ваших Это золотые косточки Золотые Тут мой друг говорит, что кто-то критиковал не меня А критиковал Сергея и Татьяну Железову Которые питомниководы Дорогие саженцы У вас варианты купить на рынке и не иметь сада Вот, купить, они есть все недорогие В плечае персики Вот, не приют и персик 1000 рублей Тьфу Так И Я бы сказал, что Рядом цены Я вам покажу 10, 20, 30, 40 тысяч рублей Причем Все, что вам предложат Все это обречено на верную смерть Ну, как-то не вяжется это Предлагаешь то, что Даст урожай Обижаются Покупают миллионы то, что умрет Не обижаются Как-то вот Вживую я вот в такой Учу полностью отказаться от каторжного труда Не понимают меня Вот У кого вы пишете Кого угодно, кроме Сергея, Статьяны Кроме меня Вот косточки на реализации Вот А купят и все Оно даже не Как правило Оно даже не просыпается И не обижается Вот Вот это Участок мой Это мои девчонки Ну, девчонки Понятие Относительно Ну, как будто бы все девчонки Вот это посадили Так А у меня в гостях Чернобаев Я говорю Ты рядом Стань Самым высоким Это однолетка Вот тут справа Двухлетка Полуторалетка А вот это Посадка этого года Всего роста Вот Так что Пожалуйста Можете Дать заработать Совсем немного денег Тем, кто Все лето поливал Удобрял Не, не удобрял Это я По Фрейду Вырвалась Сюжать было так Поливать Удобрить И это И выбросить Удобрения здесь нет Полив И все Вот А сами обеспечивают Мощный рост Сами по себе Вот Ну, комплекс груши Под названием Лесная красавица Второе место занимает По Этому самому Как все называется Второе место По весу Вот Когда-то случилось чудо Когда я раздобыл Ну, а дальше пошло от меня Чернобаеву Сергей Железов Продает саданцы Ну, грязь Лицом не ударяем Так Полтора десятка Шелковиц Объемы не те Что у этого самого У Алексейка Но Зато она укорененная Укорененная Опять же Юлия Которая Вот ее телефон Ну, опять же Это не соперничество Полтора десятка Через пару недель Можно выкапывать Корни будут Отличные Уже можно Ну, только без За ту же тысячу Ну, на того стоит Так Вот это вот Один из моих гостей Так Это принесло его Аж Из северной Красноярска Часть его Но рискует Заказал он Роскошные Груши Вот Абрикосы Привитые Ну, в данном случае Он еще и Заказал Сергей ему накопал В двух летах Там Блажевские абрикосы Вот За это-то я спокоен Дальше была сильная обрезка Так И поедет я там Железногорск Еще в северной Красноярск Вот Это один из примеров Ну, немножко совсем Десяток саженцев Есть Однолеток Это двухлеткий Есть У это Кстати Я удивился Сергея по тысяче рублей Когда я Потом подумал Господи Если он потом Здесь как у меня Отдаст 40 юнер Вернется Это тысяча Хозяин Вот Это все же самое Почему я успел В последний момент Сделать эту фотографию Обратите внимание Только не на Сергея Так А вот на эти вот корни Вы видели Что такое Настоящая Добросовенность Видите, нет Вы видите Сколько Труда Огромного Чтобы выкопать Эти корни Ну, хотя бы Столько Вы представляете До куда они доходят Где-то еще метр Но Все-таки Максимальная Добросовестность Есть Ну, а дальше Вот она Обрезка Они уже обрезаны Видите Одну треть Наполовину Да Где-то Наполовину И теперь Прекрасы Приживутся Вот Это тот же Сварог И И вот До такой степени Я довожу То есть Лежат Гниют До упора Тогда только Беру косточки Моя задача Чтобы они У вас зашли Вот Чтобы Мне вот Самое глупое Когда Мною Дерево Снял Сливу Вишню Персик И вот Это вот Глупый Распространенный Но глупый Совет Вот так Я разошелся По стране Плод Съел Косточка Сразу Закопал Ну и Что Персики В июле Это Самое Америкосы В июле Уже Падают И что В июле Закопал До зимы Те же мыши Съедят И зарастется Травой Так Это Яблоки Теперь Вы видите Что Жлящие Семена И Тоже Самое Гною До упора И Поверьте Что Это Слева Вингер Так Дальше Идем Вот Это Сахалин Валерий Константинович Ранет Железова А Красава Такой Красивый Я не ожидал Вот Что Покрасить Ну Дальше Я не Подвел Это Раз Но Смотрим Сюда Вот Это Материнское Дерево Ему 35 лет Этому Дереву Так Оно За ее спиной Вот оно Значит Как я Поддерживал Вот Таком Состоянии Столько У меня Тогда Не было Фотоаппарата Вообще В Красном Хуторе Был Обязательно Ранет Обязательно Одна Обязательно Огромное Дерево Обязательно Мелкое Мелкое Посмотрите На Ноготь На большом Пальце Или такая Бывали Два раза Крупнее Но Их Крупнее А Их Никто Не Собирал Урожаи Были Огромные Предельные Каждый Год Они Плодоносили И каждый Год Их Никто Не Собирал Как Они Попали В тот Момент Где Кто Их Распространял Непонятно Но Они Были В деревнях В каждом Доме Наверное Питомники Уже Работали Наверное Кто Ну В принципе Да У нас В Абакане В Шушинском Питомнике И в этом И в Минусинском Наверное Этого добра Все время Было Много Вот Но Они Задичали И все А их Я тогда Просто смотрел Констатировал Факт Где-то У меня даже Есть пара Фотографий Таких Старинных Ранеток А я Придумал И как Я Вначале Это было Чисто Практическое Свойство Ну вот Некуда Привить Крупноплодную Яблоню Раз На ранетку На эту Несчастую Вторую Раз На ранетку Третью На ранетку И ранетка Преображалась То есть Плоды становились Вот такие Вот как Видите Эта фотография Сделана В 2018 19-м году 19-19 Вот И когда Это 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 была Практика Ирина Александровна Савельевич Я Сказал Вот Давай Мы с тобой Покажем Что такое Насыщение Ментора По Мичурину Третью Получили Двух выпускниц Ни о чем А уж Питомник Здесь Здесь Третью Правильно Например Или ты Доказываешь Что это Твое Вот Или ты Не имеешь Продавать Саженцы А если Продаешь Лавочка Твое Закрывается Потому Что Тебя Вред Они Не пользуют Ты Грабитель Ты Вор Ты Обманул Людей Взял Деньги А в ответ Что И вот Если у меня Таких фотографий Сотни Видите Хозяйка Питомника Вот Наверное В Крым Она не ездила И фотография Этого Дела Не в Крыму Это Наш Сад Это Тоже Наш Сад Таких Фотографий Сотни Просто Я Меняю Как Показать Что Я Раньше Не Показывал Не Видите Любуйтесь Нет Не на Девушку На Грушу Любуйтесь